Следующий, последний у нас доклад остался, специализирование поддерживающее питание для пациентов с COVID-19, современная международная рекомендация, особенность применения в домашних условиях. Игорь Евгеньевич Хорошилов, кафедра анестезиологии и реанимации Северо-Западного государственного университета медицинского Санкт-Петербурга. Это не случайное появление здесь благодаря спонсорам, а мы долго пытались выйти на компании-производители продуктов питания, потому что вы знаете, что дефицит массы тела у больных, перенесших тяжелый ковид, огромный, и как их выводить из этого состояния, это не такая простая задача. Вообще вопросы питания у тяжелых пациентов, и я очень рад тому, что здесь будет выступать реаниматолог и анестезиолог, потому что это вообще отдельная песня. Я даже не стал ничего говорить в своей лекции по этому моменту, потому что это у нас мало развито в стране, к сожалению. Это очень существенно, очень важный элемент, поэтому я с очень большим удовольствием представляю вам слово. Игорь Евгеньевич, пожалуйста. Большое спасибо. Меня слышно. Меня слышно, коллеги? Меня слышно, я надеюсь. Во-первых, я хочу сказать благодарность Павлу Андреевичу Воробьеву за приглашение выступить в этом семинаре в рамках Московского общества терапевтов. Поскольку я не только реаниматолог, но и терапевт по основной специальности. Но сегодня, видите, питание в основном знают реаниматологи, а, к сожалению, терапевты имеют либо скудные знания, либо эти знания очень далеки от истины. Это касается и истощений, это касается и ожирения. Но я надеюсь, что в следующих наших встречах мы коснемся и темы ожирения, которая, безусловно, войдет в постковидный синдром, о котором сегодня говорил Павел Андреевич. Эпидемия или пандемия ожирения, безусловно, захлестнет нашу планету или усугубится в последующем. А у нас врачи до сих пор ставят равенство между абдоминальным и висцеральным ожирением. Мне говорят даже специалисты, что это одно и то же. Я говорю, простите, абдоминальный жир может быть подкожным до паритальной брюшины, а может быть висцеральным. То есть жир может находиться там, где находится, скажем, уже внутри брюшной полости, в большом сальнике и так далее. Но врачи у нас ставят знак равенства, к сожалению. И мне очень приятно, что меня пригласили из Санкт-Петербурга, а у нас тоже есть общество терапевтов имени Боткина, Сергея Петровича Боткина. И на будущий год будет 100 лет этому обществу терапевтов имени Боткина. Я тоже там выступаю, на этом обществе, с лекциями. Конечно, очные, настоящие лекции или встречи гораздо интереснее, чем вебинары. Но сегодня мы живем в такой век. Вебинары тоже имеют преимущество, поскольку достигают больше аудитории. Но, конечно, ничто не заменит живого интерактивного общения. Так вот, я почему вспомнил. Дело в том, что одним из основоположников нашего российского общества энтерального и проэнтерального питания был недавно ушедший от нас академик Андрей Иванович Воробьев. Я специально взял эту программку в 1996 году. Академик Андрей Иванович Воробьев, отец Павла Андреевича, вместе с академиком Федором Ивановичем Комаровым стояли у истоков первого российского конгресса проэнтеральное и энтеральное питание в гастроэнтерологии. Так назывался. Но сегодня уже больше 20 конгрессов прошло нашего российского общества энтерального питания. 15 июня ушел от нас Андрей Иванович Воробьев, и мой доклад или лекция посвящена его памяти, потому что он регулярно приходил на наши съезды энтерального и проэнтерального питания. Очень интересно выступал и был одним из создателей вот этого направления, этого направления в медицине. Мы сегодня с вами говорим о коронавирусе. Так, сейчас попытаюсь переключить, да, второй слайд. Вот симптоматика, симптоматика этой болезни, инфекционной болезни COVID-19. Это не только одышка и кашель. И не только. Но сегодня мы уже слышали, что вот в предыдущих докладах о том, что слабость, слабость выходит на первое место. Или, как говорил Павел Андреевич, сниженная толерантность к нагрузкам. А кроме этого, очень часто, не только снижение обоняния вкуса, а потеря аппетита. Больные ничего не хотят есть на фоне лихорадки. Снижается прием пищи. А еще, говорил сегодня Павел Андреевич, нарушение прохождения пищи. Дисфагия, вот она показана, особенно после ИВЛ. Больные, которые находятся на длительной вентиляции, потом не могут есть пищу, не могут глотать. И вот этот симптомокомплекс, так называемый синдром после интенсивной терапии, он описывается в этой симптоматике во время коронавирусной болезни или после ее, после выздоровления от этой болезни. Дальше я вам покажу, в каком проценте случаев. Это, конечно, понятно, что лихорадка преобладает. Но не только лихорадка и кашель, но и также системное воспаление. То есть воспаление идет с повышением метаболизма и потерей белка, гиперкатаболизм. А усугубляется все это и мобилизацией длительной. Либо мобилизацией, которая находится, когда больной находится в стационаре, особенно в реанимации он не может двигаться. Но и находясь дома, также это и мобилизация, гипокинезия, гиподинамия. И это все усугубляет данные проявления данного заболевания. Вот это формы, клинические формы ковид-инфекции, начиная от ОРВИ и пневмонии, заканчивая сепсисом, септическим шоком. И то, о чем прекрасно во всех своих лекциях и докладах рассказывал Павел Андреевич Воробьев, это тромбоэмболические осложнения, тромбозы и тромбоэмболии. Вот мы с вами посмотрим сейчас... Посмотрите, пожалуйста, на фоне вот этой динамики здесь показано, что когда больной изолируется даже дома, а у нас все население пребывало на самоизоляции в течение почти двух месяцев, развивается саркопения, то есть потеря мышц. А саркопения – это не просто слабость и нарушенная толерантность, а это еще рост заболеваний и увеличение смертности. Вот это то, что мы, безусловно, увидим в постковидном синдроме. И как этому противодействовать, я вам об этом расскажу. Ну вот, Галина Евгеньевна Иванова, наш главный реабилитолог страны, главный специалист по реабилитации, недавно в вебинаре также показывала технологии реабилитации больных с ковид-инфекцией. И на первое место она поставила нутриционную поддержку, а затем уже респираторную реабилитацию, раннюю мобилизацию, аэробные нагрузки, тренировки, физио, психологическая коррекция. Но вот нутриционная поддержка – это не просто так. Я, забегая вперед, скажу, что нужны специальные методы, поскольку если больной даже находится дома и потерял какое-то количество белка, но пищи это невозможно восстановить, потому что, увеличивая прием пищи, мы не только увеличим поступление белка, но и энергии. А тратить будет некуда ее, когда больной находится в самоизоляции. И это будет ожирение. Это будет ожирение, то, о чем я, опять же, вначале говорил. Это еще одна проблема. Как бы замыкается порочный круг. А недостаточное питание – это проблема. Проблема госпитальная и амбулаторная тоже. Практически у каждого второго-третьего больного, посмотрите, есть выраженные нарушения питания. Это данные Европейского общества про нейтральное питание. И не случайно к нам обратился, обратилась редактор журнала «Лечащий врач» с просьбой написать статью. И она вышла в 2003 году. Недостаточное питание у пациента, у пациента диагностики и лечения, в которой мы предложили определение недостаточного питания. Что это такое? Это патологическое состояние, обусловленное не только несоответствием поступления, но и увеличением расхода питательных веществ, приводящее к снижению массы тела, или изменением состава организма. Иногда масса тела даже и не снижается, но состав организма может существенно быть нарушен. Вот это европейское определение в последнем руководстве на английском языке основы клинического питания. Недостаточное питание – это состояние, обусловленное недостаточным поступлением в организм или усвоением в нем питательных веществ, приводящих к изменениям в компонентном составе тела, снижении мышечной массы и клеточной массы, которая сопровождается нарушением функций, ухудшает исход заболеваний. Видите, через 16 лет, через 15-16 лет и европейские руководства предложили похожее на наше определение. Похожее на наше определение, но в те годы его, конечно, не существовало, когда мы это писали. Так вот, потери энергии и азота, они возрастают при любой лихорадке, заболевании, связанной с воспалением. Ну и тем более, конечно, если у больного есть сепсис, это наибольшее. А вы знаете, что сепсис, по сути, вирусный сепсис, характерен для тяжелого и крайне тяжелого течения ковид-инфекции. И так называемые, и другие, так сказать, и синдром, который наблюдается, связанный с пневмонией тяжелой, это тоже приводит к увеличению потери белка, потери азота, соответственно, и потерь энергии. Поэтому респираторный и стресс-синдром тяжелый, это все одного поля, как говорится, ягоды. И поэтому мы должны с вами понимать, нарушения питания, нарушения питания, они на самом деле различны, они очень разнообразны. И они включают и недостаточное питание, и нарушение обмена микроинтриентов, и избыточное питание, и саркопению, причем разные формы истощения. Истощение, скажем, при нервной анорексии не равно истощению при заболеваниях. А истощение при заболеваниях тоже может быть несколько видов. Это вот европейские определения, посмотрите. Во-первых, может быть алиментарное истощение, может быть саркопения, кофексия. И сейчас очень часто употребляют такое понятие, как синдром разбитости. Синдром разбитости, но иногда неправильно называют его хрупкостью, переводя термин фрейл. Ну, более даже близко к определению правильному астения. Может быть хроническая усталость, о чем сегодня говорили, но правильнее говорить это мы написали в руководствах и в статьях. Синдром разбитости. Это сочетание потери веса, массы тела, мышц, саркопения и физической работоспособности. Вот такое, как разбитый волк, как в загнанном состоянии уставший хищник, который бежал и он сейчас разбит. Вот таким же может быть разбитым человек. И после выздоровления мы видим, такие симптомы сохраняются. А сейчас я вам покажу различные формы. Посмотрите, недостаточного питания. Во-первых, связанное с заболеванием или не связанное с заболеванием? Ну, связанное с заболеванием может быть хроническое истощение с воспалением. Например, при раке, при хобол, хронической сердечной недостаточности. Может быть без воспаления, дисфагия, инсульт, болезнь Баркинсона. А может быть острое истощение. И вот инфекции, посмотрите, COVID-19, это острая инфекция, которая приводит к острому истощению. Вот здесь мы вставили COVID-19. Этого не было у Тони Цедрихольма, у автора этой, конечно, классификации. Но мы добавили сюда, потому что вот здесь место вот этого истощения. Ну, не связанное с заболеванием. Это может быть голодание, бедность, забастовки. Это уже другие формы истощения. И посмотрите, пожалуйста, причины недостаточного питания. Это и голодание, то есть уменьшение приема пищи, различные формы голодания. У детей часто квашар-кор, старческий маразм мы видим, кахексию при раке, анорексия различных видов, не только нервные, но и панкреатиты, рак вызывает потерю аппетита, нарушение осознания, катаболизм, кишечная мальабсорбция может быть причинной. Как правило, причин несколько. Они сочетаются. Это и потеря аппетита, и нарушение приема пищи, и нарушение всасывания, скажем. Это болезнь крона, и даже, может быть, митохондриальные болезни. Митохондриальные дисфункции также могут быть причиной вот этих нарушений. А почему это важно? Потому что недостаточное питание и его последствия составляют, как считается, посмотрите, это было посчитано экономистами в 2018 году, 12% и более расходов на здравоохранение. То есть это огромные суммы, огромные суммы, которые дают не ожирение, а вот это недостаточное питание. И надо самое серьезное внимание обращать. А признаки его, посмотрите, это уменьшение числа лимфоцитов, угнетение фагоцидоза, атрофия тинуса, часто инфекционные заболевания. Видите, это в связи с коронавирусной инфекцией. Это все как раз симптоматика коронавирусной инфекции. Она повторяется, но она может быть и приводить к этому, а может быть и следствием этого, этой коронавирусной инфекции. И не случайно европейское общество, ЭСПН, это Европейское общество энтерального и пронтерального клинического питания, теперь называется оно Европейское общество клинического питания, уже 24 марта 2020 года выпустило рекомендации по питанию, или они написали нутриционный менеджмент, пациентов SARS-CoV-2 инфекции. То есть вот с этой вот самой инфекцией. И мы сегодня будем опираться и на европейские рекомендации, и на наш опыт. Но, конечно, мы должны рассмотреть, что же предлагают нам европейские специалисты, с которыми мы общаемся и поддерживаем, и тоже являемся их коллегами, которые бывают, и бываем на съездах европейских, ежегодных. Вот эти вот рекомендации. Первая рекомендация. Пациенты с риском неблагоприятных исходов и высокой летальности после инфицирования SARS-CoV-2, а именно пожилые люди и лица с полиморбидностью, должны быть обследованы на наличие недостаточного питания путем нутриционного скрининга и оценки. Вот. То есть, это говорит о том, что мы должны, во-первых, диагностировать и самые простые способы диагностики недостаточного питания. То есть, на поверхности оно может не лежать, но есть простые критерии. МАСТ и для стационарных больных критерий НРС 2002 года. Посмотрите, пожалуйста, что такое критерии МАСТ. Оценивается индекс массы тела. Если он ниже 20, это уже 1 балл. Ниже 18, 2 балла. Нарушение приема пищи более 5 дней, это 2 балла. И потеря веса за последние 3 или 6 месяцев. Ну, вот за последние месяцы. Если более 5%, это 1 балл. Более 10% 2 балла. И если 2 балла хотя бы набирается, то есть, по любому критерию, уже высокий риск недостаточного питания должны быть консультации нутрициологов. Назначение нутрициолога. Если 1, то нужно наблюдать. В течение трех дней факторно скринировать. Если 0, то это обычный уход. И видите, раз в месяц на дому, в стационаре раз в неделю необходимо такие вещи выявлять. Ну вот, мы сказали, это амбулаторная, очень простая шкала. А это шкала для стационаров. Она тоже не очень сложная. Это скрининг. Посмотрите, оценивается индекс массы тела менее 20. Снижалась ли масса тела в последние 3 месяца? Уменьшался ли прием пищи? И состояние больного тяжелого? Тяжелый или он в реанимации? При любом ответе «да» запускается вторая часть этой шкалы. И тогда мы в баллах оцениваем, какая была потеря массы, за какой период. Вот 1, 2, 3. Левый столбик. И были ли какие-то сопутствующие забоевания. Скажем, тяжелая пневмония уже 2 балла. А если варить, 3 балла. А дальше идет оценка. Оценка этой таблицы. Оценивается опять же так. 0. Нет риска. Повторно через неделю проверять. 1 балл. Небольшой риск. Если операция, то необходима нутриционная поддержка. А что это такое, я скажу вам далее. Если 2 балла, вот скажем, пневмония, даже без потери веса, там же баллы суммируются. С левой шкала, с правой шкалой. Я еще раз вернусь, вам покажу, чтобы это было понятно. Вот скажем, если имеется потеря массы тела более 5% 1 балл, плюс пневмония по правой шкале 2 балла. Это будет 3 балла. То есть баллы слева и справа, они суммируются. Потому что они не повторяют друг друга. Так вот, если у пациента 2 балла необходимо, а 3 балла строго необходимо, то есть жизненно необходимо нутриционная поддержка. Это скрининговая оценка, которая уже 18 лет, с 2002 года, в Европе и в нашей стране осуществляется. Очень простая. Тут не нужны специальные, не лабораторные, не клинические данные. Нужна общая оценка. Вот. И заявление второе. Лицам с признаками недостаточного питания, то есть с риском, скажем, развития, или уже с наличием, необходимо, следует попытаться нормализовать их нутриционный статус в идеале путем консультации опытных специалистов, диетологов, клинических нутрициологов или других врачей, имеющих опыт в проведении клинического питания. У нас каждый врач должен иметь такой опыт, и мы уже, ну, не знаю, мы уже 20 лет проводим такие курсы для врачей всех специальностей, которые должны уже были пройти не по одному разу такие вот курсы нашего российского общества. Они в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в других городах проходят. Поэтому я думаю, что вы об этом знаете. И сейчас тоже продолжаем эти курсы вести, естественно. Так вот, нужно затем уже, почему нужно специалисту опытному? Потому что далее это уже не терапевт делает, а это уже терапевт-нутрициолог, который оценивает состав массы тела, тощую массу тела, мышцы, и мышцы состоят из гликогена и белка, и жир, а жир может быть подкожный, я уже сказал, и висцеральный. Так вот, фактор риска кардиологического, кардиогенных, да, фактор риска, это висцеральный жир, который не виден, это не пивной животик, это не жир живота, талии, да, как оценивают, а это именно висцеральный жир. Причем больной может быть худым или нормально упитанным, а висцерального жира может быть много, и тогда огромный фактор риска инфаркта миокарда. Я помню женщину, которую я консультировал, и мы сделали ей биомпедансное исследование, и у нее было в два раза выше висцеральный жир, выше нормы, ее возрастной, и я ей сказал, у вас в два раза выше висцеральный жир, чем в норме. И мне эта женщина, ей 40 было с небольшим лет, до 50 лет, она сказала, она бухгалтер, экономист, она сказала, нет, у меня ожирение первой степени. Я говорю, да, ожирение первой степени, но, но тем не менее, висцеральный жир выше нормы, и поэтому у вас высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений. На что мне эта дама сказала, о, у меня уже было два инфаркта. эта женщина 45 лет с небольшим ожирением, но висцеральный жир, понимаете, когда, когда нам говорят, надо похудеть пациенту, надо снизить массу тела, я говорю, подождите, не массу тела, а висцеральный жир, при этом белок не должен быть уменьшен, а даже может быть увеличен белок мышц, то есть должны быть специальные средства. А если будем питанием, это все пытаться только компенсировать, что будет получаться? Масса тела будет расти, но и жировая масса будет увеличиваться. А если будем уменьшать питание, масса тела будет снижаться, но и мышцы будут снижаться. Поэтому мы попадаем в замкнутый круг и просто одной диетой, конечно, никогда в жизни мы не можем это сделать. А вот что рекомендует нам Европейская ассоциация, и мы сами это делаем, надо оценивать не индекс массы тела, а индекс тощей массы тела. То есть тощую массу тела делить на рост в квадрате. И оценивается с помощью рентгеновской абсорбциметрии и других методов, таких как биоэмпедансный анализ, я уже сказал, компьютерная томография или магниторезонансная томография. Вот это мы с вами и делаем. Поскольку саркопения наблюдается в 2-5 раз чаще, чем недостаточное питание и у сердечных, посмотрите, и у легочных больных, при циррозе печени вообще в 20-50 раз чаще, рак легких в 10 раз чаще и так далее. То есть это очень серьезная такая проблема. Саркопения, потеря мышц и уменьшение силы мышц. термин был предложен в 1989 году ныне живущим и здравствующим гарвардским профессором Ирвеном Розенбергом от слов сарк, саркас, мышцы или мясо. И наши статьи вы, наверное, читали по саркопении. Саркопения включена в международную поискацию болезней МКБ-10 с октября 2016 года код М62-84. Саркопения это основная причина, основной фактор осложнений инвалидности и смертности при любых заболеваниях. При любых заболеваниях я просто на примере говорю пациент обращается к врачу скажем с сердечными или другими проблемами. Ну не только с болями. Боли, конечно, это острый случай. А вот хронические больные они приходят когда слабость когда у них саркопения когда они могут не работать не дома не себя обслуживать вот это причина обращения и это фактор риска осложнений. Я вам далее покажу на примерах посмотрите при снижении 10% тощей массы тела нарушение иммунитета 20% медленное заживление ран 40% инфекции пневмонии сепсис и при потере 50% тощей массы это смерть в средстве дыхательной или сердечной недостаточности. То есть прямая прямая связь летальности и потери именно тощей массы тела. Потому что запаса белка в организме нет. Запаса белка в организме нет. Есть запасы жира и небольшие запасы углеводов. Углеводов хватает на одни-двое суток жира хватает на максимум 100 дней голодания. Но белка запасов нет. Смертность у больных саркопеней в 2-4 раза выше, чем пациентов без саркопеней. Вот это также данные 2019 года. Ну, они были известны раньше. Атрофия мышечных волокон при саркопенее напоминает поздние изменения при полиомиелития. В первую очередь уменьшаются мышечные волокна второго типа. Так называемые быстрые волокна или белые волокна, которые появляются у ребенка в периоде полкового созревания в кубертатном возрасте в 14-15-16 лет. Вот появляются они. Тестостерон зависимые. И вот они уменьшаются при саркопенее. Наблюдается протеолиз, некрозы, уменьшение белка мышц. И гликогена конечно тоже параллельно, но у белка это более серьезно. Последствия саркопении это мышечная слабость. С чего мы начинали? Предыдущий докладчик говорил прекрасно, что на первом месте слабость. Слабость это критерий саркопении. Может быть и не объем мышц, а функция мышц снижена. Гипотинамия одышка. Одышка она именно связана с слабостью дыхательных мышц. Также может быть гипохромная анемия и что более неприятно это нарушение функции внутренних органов. Дистрофия печени с нарушением функции, дистрофия почек, дистрофия миокарда. И аритмии, и повышение бельрубина, и ферментов переаминирования, и креатинина, это все может быть последствия саркопении. Почему? Я уже сказал, запаса белка в организме нет. И когда истощается белок крови, начинаются расходоваться белки внутренних органов. Внутренних органов. И замещаться, что плохо бывает в печени жиром. Стеатоз в печени на фоне белковой дистрофии это очень серьезная проблема. Кстати, показано, что при саркопении, при циррозах печени смертность в разы больше. Вот пример саркопении. Мы смотрим многие, это наши пациенты, это вот мои наблюдения. Что я делаю? Я раскрываю просто, не смотрю на ноги, когда пациент не ходит. Вот что видим мы у пациентов с инсультами. Вот то, что мы видим у пациентов с язвенным колитом на койке. Какую саркопению мышц нижних конечностей. Ну, дальше будет картинка ковидных больных. А вот это пациент, это медик, который в 43 года 8 недель болел коронавирусом, потерял 23 килограмма с 86 до 63 килограммов. Это американский медик, поэтому я показываю его фотографию, которая была в интернете, не нарушая ни киетические принципы. Это не наш больной. Посмотрите, пожалуйста, такой накачанный человек стал хилым больным после вот этой коронавирусной инфекции. У него еще стоит гастростома. Если вы обратите внимание, перкутарная эндоскопическая гастростома на правом снимке. Но потеря бывает очень сильная. В реанимации больные теряют и по 30 килограммов. И мы не можем пациента отучить от вентилятора. Он не может дышать самостоятельно, когда за него работал несколько дней аппарат. Вот это серьезная проблема. Оценить мышцы можно и антропометрическим способом. Ну, конечно, мы это не делаем. Ну, вот можно это тоже наша пациентка. Вот так бабушка в нашу Санкт-Петербургскую больницу имени Петра Великого поступила. И мои курсанты, слушатели, врачи, вот так хирурги смотрят мышцы плеча. Конечно, резкая саркопения, уже кахексия, а они обычно и сочетаются. При кахексии всегда есть саркопения. Вот, но может быть саркопеническое ожирение, между прочим. Саркопения потери мышц, но у жира может быть выше нормы. Это тоже необходимо помнить. Поэтому часто у больного в реанимации ягод стоит ожирение и еще саркопения. И это два неблагоприятных фактора. У кого много жира, у того мало мышц. И нет запасов, и очень быстро тает объем белка. Вот с помощью биомпедансного исследования. Конечно, это простое, доступное. Я думаю, у каждого доктора должен быть такой прибор в больнице, по крайней мере, один. Желательно, чтобы в отделении. Это наши российские аппараты. Они в космос летают на МКС. Вот это заключение одной пациентки, нашей пациентки, посмотрите, декабрь 2017 года. У нее и потеря тощей массы 14,7 это ниже нормы. И индекс массы тела 16. Масса тела 42 килограмма. И снижен белок. И снижен фазовый угол. Это все объективно можно оценить. Все можно объективно оценить и рассмотреть. Конечно, на Западе используют и магнитно-резонансную томографию. И видно, посмотрите, висцеральный жир желтый, а синий вот это вот подкожный жир. А абдоминальный жир это сочетание подкожного синего и висцерального желтого. Поэтому если складочку живота взять, то подкожный ущипнешь. И ничего не скажет это о висцеральном жире. Мышцы тут видно и кости. Видно все составляющие вот этого среза на томографии. А это компьютерная томография. И показано, что на ЭВЛ снижение мышц связано с летальностью. Шестимечной летальностью. поэтому это очень серьезный критерий. Больные с потерей мышц погибнут. Сейчас измеряют ультразвуком мышцы бедра. Это доступный тоже способ. Можно очень легко определить объем мышц и оценить прямую мышцу бедра. Ректус феморис. Это головка квадрицепса феморис. Спереди очень хорошо гуся прощупаете над коленом над коленником эту головку прямой мышцы бедра. Она первая уменьшается при саркопении. Мышечная сила динамометром. Если менее 30 килограммов у мужчины сила руки кисти у женщин менее 20 килограммов а у пожилых мы определяем скорость ходьбы по комнате менее метра в секунду ну 0,8 метра в секунду. Это саркопения. Саркопению нужно обязательно ставить НКБ-10 уже это есть и вот эти критерии окружности плеча я уже показывал или индекс стоящей массы менее 15 у женщины и менее 17 у мужчин скелетно-мышечный индекс порингеновской абсорбциметрии либо МРТ это томография поясничный скелетно-мышечный индекс есть четкие инструментальные критерии и вы можете более подробно познакомиться в нашей статье мы специально в журнале Лещий врач послали опубликовали статью в 2017 году номер 8 по саркопении где эти критерии для наших врачей представили чтобы наши врачи знали и пользовались вот этими знаниями саркопения если она сочетается с потерей жира в организме то она приводит к афексии если же саркопения сочетается с увеличением жира что бывает в старости то это неблагоприятное тоже очень саркопеническое ожирение мы об этом с вами я об этом скользко говорил но подробно мы не будем рассматривать я говорю о нутриционной поддержке это специальные мероприятия направленные на выявление предупреждения коррекцию недостаточного питания это не ожирение а недостаточное питание с использованием парентерального и энтерального питания это не диета диета не входит сюда это совсем другой и наши работы наше определение было дано уже 22 года назад вот это европейские рекомендации по ковиду что рекомендуют они больным 27 килокалорий в сутки на килограмм массы тела стандартное потребление а для пожилых 30 килограмм 30 килокалорий на килограмм массы тела в сутки энергия и также это лица с серьезным дефицитом массы тела то есть потери уже с недостаточностью питания вот можно рассчитать очень легко зная вес сегодняшний пациент умножив посмотреть на его потребности единственное что больным ожирением мы рекомендуем на идеальный вес есть формула идеального веса они тоже опубликованы чтобы приближаться не увеличивая ожирение приближаться к идеальному что дальше мы с вами должны определить потребности в белках потребности в белках у пациентов 1 грамм на килограмм в сутки у базовой терапии у пожилых лиц у более молодых более 1 грамма на килограмм массы тела в сутки соотношение углеводов и жиров 70 на 30 в пользу углеводов но у больных на искусственной вентиляции 50 на 50 то есть мы увеличиваем потребление жира до половины от потребляемой энергии вот опять же третье заявление пациентов с недостаточным питанием след дополнительно назначить витамины и микроэлементы витамины больным COVID-19 рекомендованы добавки витаминов Д А группы В аскорбиновой кислоты и омега-3 полиненасыщенной жирной кислоты из микроэлементов это железо цинк и селен эти микроэлементы имеют наибольшее значение для иммунитета для иммунитета и витамины эти мы также с пищей в достаточном количестве к сожалению не получаем пациенты на самоизоляции должны сохранять физическую активность соблюдая меры предосторожности конечно же не только потребление белка но и активность должна быть упражнения по 30 минут каждый день или по часу через день противопоказано это только при лихорадке высокой шоке и гипоксимии и сепсисе конечно больным в реанимации мы с осторожностью будем давать рекомендации ну а так физические упражнения для поддержания силы мышц это обязательно нужно будет делать и пероральные нутриционные добавки должны быть не менее 400 килокалорий в день включая 30 граммов белка а это 200 грамм мяса если это было бы мясо но это специальные смеси и эффективность должны оцениваться через месяц раз в месяц этих вот добавок сегодня более 300 питательных смесей у нас в стране более 200 энтеральных формул различного состава и стандарт и специальные есть я далее скажу даже иммунные смеси полуэлементные смеси они вот так выглядят но это не питание а это клиническое питание это специальное питание которое назначается по показаниям и оно имеет формулу требования к составу содержанию белка жира насыщенных ненасыщенных кислот я уже об этом сейчас не буду подробно останавливаться покажу мы рекомендуем пить медленно глоточек в минуту не быстрее чем вот такой флакончик за 1 час не быстрее чем 100-200 миллилитров в час через трубочку чтобы это все усваивалось чтобы не надо было зонт ставить вот скажем ресурс 2.0 файбер 400 килокалорий в такой баночке и 18 граммов белка а это как в 100 граммов говядины хорошей то есть и волокна пищевые и все и вот это питание назначается кому мы сегодня говорим о домашних условиях пациенту со сниженной массой тела чтобы не жир увеличился а мышечная масса слабость утомляемость это у всех больных после коронавируса нарушение иммунитета ну естественно наличие заболеваний и диабета и заболеваний почек печени особенно онкологической патологии когда тоже наблюдается снижение веса и конечно же пожилым у которых наблюдается старческая саркопения возрастная им надо помочь вот почему они умирают чаще умирают чаще потому что у них саркопения чаще ресурс оптимум это сухая тоположидка это сухая смесь ничуть не хуже даже еще может быть кому-то лучше потому что есть пробиотики живые лактобациллы карметин холин тоже универсальная смесь 444 килокалорий 18 граммов белка на 100 граммов смеси показания я уже назвал есть вот такие жидкие изосур стандарт есть пептидные когда нарушено усвоение питания гидролизованной смеси пептомен и есть детский юниор и взрослый когда пациент голодал или у него кишка тонкая резекция не работает маляксорция пищи мы на короткий период назначаем пептидные смеси больным диабетом конечно диабет ресурс диабет в которых углеводы будут специально со сниженным гликемическим индексом с низким 30 чтобы не было подъема глюкозы крови иммунное питание вот как можно поднять человеку иммунитет когда у него снижены лимфоциты предупредить инфекционные заболевания вирусные ну у нас есть эхинация эхинация да и больше ничего иммунал ну почему же есть же специальное питание ведь самый главный фактор иммунитета это пища ну пища может обогащена быть аминокислотами аргинином глутамином омега-3 жирными кислотами нуклеотидами и тогда эта пища называется видите иммунное питание много таких смесей несколько мы остановимся с вами на импактах с высоким содержанием аргинина детям старше 7 лет видите и взрослым эта смесь глутамина нуклеотидов там 16 грамм аргинина если раз в неделю такой пакетик выпивать то можно поддерживать иммунитет длительное время хотя бы раз в неделю а перед операцией мы даем 3 дня готовим пациента к операции а импакт интерал детям с 3 лет но у детей свои смеси до 3 лет а с 3 лет дается вот такое питание импакт интерал это жидкая смесь тоже пациентам до и после операции при тяжелых травмах и ожогах и нарушении иммунитета о том что о чем сегодня мы с вами говорим о коронавирусной инфекции дисфагия до 60% пациентов с ковид-19 на ИВЛ в течение 5-7 суток после экстубации явления дисфагии до 20 суток рекомендуется смеси с повышенной вязкостью и назначаются загустители вот такие как ресурс текенап 1 ложка сироп 2 ложки на стакан на 100 мл воды крем 3 ложки пудинг то есть можно сделать более плотные глотаются проще а жидкостью больные поперхиваются я помню сейчас пациентку мою этого года женщина 57 лет дисфагии вот в ноябре она ко мне обратилась и с помощью смеси мы подняли ей массу тела на 10 кг к январю этого года за 2 месяца плюс 10 кг это 8 кг 1000 тощей массы и 2 кг жира у нее был вес 35 кг когда она ко мне обратилась вернее ее муж позвонил но она была в больнице потом была выписана находится сейчас дома но вот это возможно с помощью специальных смесей за 2 месяца на 10 кг увеличить мышечную массу тела на 8 кг это очень серьезная прибавка пищи этого конечно не сделали и должны быть специальные метаболическая терапия специальная кроме белка 30 г в сутки аминокислоты карнитин гидроксиметилбутерат можно использовать витамин D вот в частности карнитин это очень хороший витамин называется В15 или витамин роста у детей это витаминоподобное вещество видите очень много работ в этом году уже 200 работ так до 800 работ в год только по публикации в медлайне в организме находится в мышцах в печени в небольшом количестве и при дефиците а он бывает при любом истощении мышечная слабость на первом месте а также может быть инсулинорезистентность кардиомиопатия анемия вот что делать дефицит карнитина сам по себе который возникает на фоне гиперметаболизма посмотрите он приводит нарушение укисления жира карнитин переносит жиры к мышечной слабости к саркопении дисфункции митохондрий к полиорганной дисфункции и даже может привести к смерти я уже не говорю спиатоз печени все это последствия дефицита карнитина митохондриальная дисфункция она проявляется и повышением лактата и потерей мышц и так далее значит что можно сделать пищевые продукты да это баранина и говядина ну там находится 200 миллиграмм мы обычно и потребляем его с пищей больным конечно это мало надо увеличивать потребление есть препарат лекарственный небады препараты внутривенного введения отечественное внутриморечного введения порошки шипучий растворимый элькар и для детей флаконе капли опять же для приема через рот показания показания очень много показаний но мы сегодня говорим об истощении саркопении как показания для назначения карнитина назначается по одному грамму в день посмотрите период реабилитации после перенесенных заболеваний это как раз наш случай это аннотация к этому препарату применения его конечно нужно в течение месяца а может быть двух месяцев принимать карнитин это наша статья в журнале врач в 2017 году к человеку лекарству конференции публикованная по этому препарату и по его показаниям для применения и не забываем о том что есть еще биотики пребиотики пробиотики симбиотики и метабиотики это и полезные бактерии и также пища для этих бактерий а микробиом человека это такая тайная область покрытая тайная область у нас 10 триллионов клеток в организме а бактерии живет 100 триллионов а вирусов живет у нас квадриллион 90 процентов генома нашего организма это бактерии и вирусы поэтому я вот сейчас могу даже поспорить с Павлом Андреевичем который сказал что вторая волна скорее всего не будет вторая волна может не будет первая не закончится конечно будет сезонный подъем заболеваний и вот мое мнение что этот вирус мы не просто с ним научимся жить а он станет частью микробиома нашего организма и мы с ним будем дружить в организм он войдет не случайно так много диареи кишечных проявлений этого кишечного этого вируса почему потому что в кишечнике формируется иммунитет формируется в первых бляшках где образуется тренируется Т-лимпоциты Б-лимпоциты и здесь основа для формирования иммунитета поэтому попадая в организм наверное он будет там оставаться может быть в виде бактериофага может быть в виде вот такого симбионта то есть куда-то он уйдет а вот академик Виктор Зуев считает из института Гомолей что есть медленная гриппозная инфекция может быть будет какое-то такое носительство или персистенция даже как герпес вируса но он не будет нам мешать почему он то появляется то исчезает то куда-то уходит мы этого не можем сказать но то что в кишечнике где-то он находит точки приложения а микробиота определяет иммунитет и защиту от бактерий и вирусов определяет наш кишечник те бактерии и вирусы которые в нем живут и существуют и пищевое поведение и аппетит и даже все здоровье практически определяется вот этой микробиотой нашего организма мы живем в симбиозе с разными бактериями инфекция это дисбиоз с привладанием одного возбудителя над другими когда начинается заболевание и это нехорошо конечно не место этому вирусу у нас в организме в легких а вот я считаю что есть не только болезни грязных рук такие как дизентерея брюшной тип холера сальмонеллоз когда мы заносим но и болезни чистых рук когда мы чересчур часто и по 20 минут еще с препаратами моем руки обрабатываем антисептиками дети вырастают в стерильной среде тогда они формируются и устойчивости к тем самым вирусам и бактериям которые могут попасть в организм когда мы пили из одного стакана газированную воду мы не болели кишечными вирусными инфекциями зато в эпоху стерильности это видим по развитым странам в Африке этого меньше болезнь крона язвенный колит болезнь крона преобладание т-хелперов первого типа клеточного иммунитета язвенный колит преобладание т-хелперов второго типа это гуморальный иммунитет аллергии аутизм и другие заболевания и мне кажется коронавирус ведь первый приход его отличался тем что люди руки не мыли так часто и он быстро ушел в Китае и в МЕРС так же ушел никто в Средней Азии не советовал перчатки носить это Ближний Восток конечно же а не Средняя Азия но когда он приходил к верблюдам поэтому вот это конечно гипотеза которая требует научной проверки но что касается сегодняшней темы разговора по саркопении по нарушению питания наша книга я понимаю что слушают меня не только из Москвы и из Петербурга из других городов на сайте издательства Элби Санкт-Петербург наша книга в интернет-магазине книги почты по-моему 300 рублей или 250 рублей это наша книга стоит плюс почтовая досылка поэтому кому интересно обращайтесь в издательство есть книга где все это описано и подробно изложено вот а я даже заканчиваю в больнице должен быть врач нутрициолог такого врача у нас нет за рубежом в западных странах такие специалисты есть да это уже все да поэтому конечно же нужно нам терапевтам и другим специалистам активнее заниматься вот этой темой спасибо если вопросы я готов ответить теория что есть микробиота урбаниста загрязнение окружающей среды обедняет микроб микобиом то есть не совсем вопрос стерильности а вопрос концентрации загрязняющих частиц в окружающей среде человека вы можете сказать об этом спасибо заранее Татьяну данный доклад да конечно количество и особенно количество вируса определяет и наличие заболеваний и его тяжесть поэтому если вы сталкиваетесь с одним ну не с одним может быть несколько десятков вирусов вы приобретете устойчивость почему я радую чтобы расширяли контакты надо получать как сказал Павел Андреевич иммунитет шире а не болезнь понимаете будем общаться будем обмениваться не с больными только общаться не в реанимациях с тяжелыми больными тогда мы будем иммунитет формировать а если получим большую дозу поэтому конечно же доза тут имеет значение тут имеет но и стерильность тоже потому что чересчур мы стали часто руки и по 20 минут когда учили нас мыть в программе здоровье видели да щетками ногти вычищать с раствором это же называется мизофобия шизофреническое расстройство патологическое мотерук им же страдали известные даже актеры не буду называть президенты США не действующие имеют мизофобию а ношение перчаток Павел Андреевич как вы относитесь которые тоже грязные сами по себе были ну Игорь Евгеньевич я не очень понял с чем вы вообще спорили со мной потому что я как раз сказал что я не вижу второй волны я вижу первую волну которая будет еще долго колыхаться она будет колыхаться в связи с тем что появятся другие возбудители которые попадут к тем кто болел ковидом и плюс к этому постковидный синдром поэтому то что то что ковид никуда не денется конечно он будет уже дальше да я согласен кроме того я в свое время конечно не сейчас об этом говорить потому что сейчас могут тухлыми помидорами закидать но вообще-то у меня была даже специальная передача на телевидении против мытья рук я рассказывал что этого делать как правило не надо скорее не надо чем надо здорово я там приводил пример близкой вам Финляндии там на границе были проведены в МАТРИ исследования по частоте аллергических заболеваний в частности бронхиальной астмы и было показано что в русском городе ну вы знаете там да Петокорск прямо на границе там да вот что в русском в русском городе гораздо меньше аллергических заболеваний и бронхиальной астмы чем что за щелканье где-то какие-то помехи в Эфире да чем в Финляндии и они как раз обосновывали вот эту вот разницу тем что финские дети гораздо чаще соблюдают перильность чем русские живущие в другую сторону границы вот поэтому этот вопрос такой достаточно мне кажется хорошо обсуждаемый вот ну к перчаткам я вы знаете с первых дней как только они появились я все время говорю снимите пожалуйста эту гадость и больше никому не показывайте потому что кроме того что вы нарушаете биоциноз на коже да у вас такой же дисбактериоз кожный развивает это еще и дополнительные пролежни и главное что перчатки загрязняются конечно снимаете всю эту грязь забираете и так сказать тебя вот что касается количества возбудителей и так далее эта тема к сожалению еще более глубокая потому что в больницах вы знаете закрыты все вентиляции шурупами заверчены окна это фантастическая история сколько я себя помню всегда говорили что при гриппе надо проветривать помещение чаще ну просто проветривать проветривать да конечно а так их закрыли от проветривания значит вся аэрозоль содержащая огромное количество возбудителей она циркулирует в этих медицинских организациях именно от этого огромное заражение заражение медицинского персонала 50% заболевших это в медицинских организациях и так далее откуда это пришло я боюсь что это ВОЗ нам напел какую-то песню потому что в наших традициях было всегда проветривать помещение а не закрывать все что можно согласен вот так тут еще вопрос длительный прием пробиотиков нотрецептиков микроэлементов у постковидных больных вы знаете я считаю что это нужно делать потому что наша микробиота страдает при любом простудном заболевании при стрессах восстановить конечно ее нельзя но когда я так объясняю если вы получаете полезные бактерии то свои такие же полезные бактерии лактобацилы поднимают голову размножаются потом пробиотик уже не принимается а свои поднялись а если вы не примете полезных бактерий бифидолактобацил то могут стафилококки патогенная колия то есть чтобы задавить немножко условно патогенную флору и поддержать свою хорошую я рекомендую любые любые пробиотики курсом две недели две недели обычный курс какие мне нравятся релолайп финские там находится лактобацил рейтери вы знаете хорошая бактерия сейчас есть другие лактобацилы есть бифидобактерии есть препараты разные можно принимать метабиотики или пребиотики это тоже можно делать но то что нужно поддерживать свою микробиоту обязательно несколько раз в году когда вы болеете либо когда у вас стрессы какие-то резкие переходы резкие диеты ограничительные может быть вы соблюдали там худели или что еще произошло всегда отражается на микробиоме поэтому питание питанием микробиом это отдельная тема отдельная тема и нужно вот мой учитель профессор Ткаченко Евгений Иванович вы знаете хорошо я на его кафедре вырос в Санкт-Петербурге Ткаченко Евгений Иванович он лет 30 назад нам говорил кормите не только себя но и свою микрофлору то есть надо съесть не для себя даже клетчатку а для микробов потому что они поддерживают здоровье опять же ожирение сейчас считается микробы размножаются от жира другие бактерии и они способствуют отложению жира у вас у себя у человека нужно поменять не только режим питания рацион питания но и микробиом поэтому мы даем пробиотики больным которые у меня худеют чтобы изменить поправить микробиом более здоровым мы пока не можем тонко так работать но хотя бы должны это использовать такую такую возможность принимать разрешенные пробиотические препараты и продукты сейчас и продукты обогащенные есть сейчас и много возможностей есть понимаете прием но я считаю надо обращать внимание на это на эту тему я не сказал но оказывается при саркопении меняется микробиом это у стариков увидели у них меняется микробиом становится более однотонная микрофлора разнообразие теряется и у них теряются мышцы на этом фоне и наблюдается митохондриальная дисфункция и сейчас на западе этим пожилым людям поправляя микробиом как бы омолаживая улучшают мышцы понимаете и продлевают активную жизнь то есть мы будем иметь возможности а буквально позавчера статья в интернете долголетие определяется западная статья долголетие определяется не сердцем и нелегкими а кишечником и микробиотой то есть микробиота определяет долголетие нашей жизни Мечников об этом сказал Илья Ильич Мечников об этом сказал и сейчас это подтверждается через сто лет поэтому это очень важная тема я думаю что Павел Андреевич вы это знаете прекрасно и без меня конечно как терапевт великолепный я вас прекрасно знаю слушаю ваши выступления и в вебинарах Петербургского медицинского форума мы с вами участвовали у Ануфриева Сергея Анатольевича нашего с вами общего друга жалко в этом году форум очный не состоялся но вот почему сейчас будет через несколько дней перенес он Роспотребнадзор запретил даже на А запретил да даже в пригороде я там должен был выступать даже не разрешил нам в Стрельне под шатром собраться на улице вот такие ограничительные мероприятия продолжаются ну ладно тут значит у нас есть любители доказательной медицины которые сейчас будут кидаться у нас с вами какашками Амир Талибов из Киргизии вот он пишет кефир тоже хороший продукт ну Амир я напомню что выступает представитель института Мечникова Мечников у нас главное по кефиру да кроме того есть еще айран и другие молочно-кислые продукты и мы все всецело за ну самый-то большой удар конечно по доказательной медицине когда у нас всегда насмехались над дисбактериозом был нанесен трансплантация каловых масс да доказана высокоэффективная фекальная трансплантация при самых разных заболеваниях там не все просто там есть осложнения определенные даже смертельные случаи описаны но тем не менее да поэтому мы-то как раз приверженцы трезвого взгляда на вещи конечно что-то не имеет доказательств что-то требует доказательств но нельзя списывать просто вот просто так то к чему люди пришли и конечно история с долголетием и кефиром она совершенно реально чего ж тут говорить я вам больше что скажу есть такой препарат лактулоза да он из той же серии тоже между прочим дисбактериоз пребиотик да пребиотик это единственное его свойство значит он используется для лечения печеночной энцефалопатии чтобы подавить флору вырабатывающую аммиак он же используется при сепсисе он используется даже при агронолацитозе были работы потому что он позволяет дополнительно стерилизовать кишечник на фоне массивной антибактериальной деконтаминации вот поэтому я еще раз повторю не надо сбрасывать улыбочкой со счетов те вещи которые ну в общем либо вам непонятно либо не очень пока ясны это в частности относится к вопросу с постковидным синдромом который действительно пока не очень ясен он не очень четко очерчен мы не до конца понимаем что же это такое но можно усмехнуться и пойти дальше а можно все-таки послушать больных поговорить подумать прикинуть где место здесь продуктом питания дополнительным потому что я уверен что там масса вопросов снимается питанием или будут сниматься питанием вот поэтому я хочу и докладчика поблагодарить последнего и тем более что он представляет дружественность нам Ленинград и поблагодарить всех участников которых насколько я понимаю было больше двухсот ну и все наши конференции потом еще прослушаются просматриваются они все выложены на ютубе и количество слушателей и участников растет мне кажется что было очень интересно очень разнообразно в общем-то я надеюсь что это было полезно мы сейчас уйдем в отпуск на месяц и следующие наши заходы будут уже осенью в среду у нас еще состоится одно заседание высшей школы терапии нашего общества ну не могу не вернуть нашему обществу около 150 лет а у нас 100 ну 100 померяемся да 140 мы уже проехали поэтому еще одно заседание 29 числа будет последнее в этом весеннем марафоне и потом месяц мы будем отдыхать вы от нас мы от вас хотя может быть если что-то случится срочно мы спокойно можем выйти имея уже современные подходы в любом месте в любое время в эфир и если что-то нужно мы может быть и проведем какое-то экстренное заседание общества спасибо всем спасибо иностранным теперь друзьям нашим бывшим соотечественникам вот за поддержку за участие всего хорошего до новых встреч спасибо 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 Продолжение следует...